До новогодних свят еще шмак часу, лишь в Минске уже отшивается шарованная атмосфера. Трапить указку пропонует мостак и дизайнер из Витебска Александр Вышко. На выставе под названием 13-е отсюда света для детей организована простора со светловыми арт-объектами. А дорослым пропонует поглядеть на живопись и графику. Отримать новые эмоции и осолоду от незвычайного мостатства можно до 14-го студеня у одним из гандлевых центров Минска. Под обязанной Ларису Гулякевич. Не, это не покой жахал. Тут нараджается каска, дякую чегульни святла, специальных фарбов и силы мостатства. Усе это придумал витебский мостак Александр Вышко. На протягу четырех годов выношивался проект с розными экспериментами. А кроме мостатских сдольностей, он выкористовывал свои веды по химии и физице. Благодаря техническим новаторским решениям, которые нигде не подсмотрены, мы к нему пришли опытным путем. И поэтому впервые название «Светодинамический объект» и «Светодинамическая живопись» я озвучил четыре года назад. И продолжаю следовать именно этому. Зразумела, а лень из усим. Арт-объекты, які меняют светловое оформление, меняют и звыклые представления об мастатстве и его законах. Гульни розуму светла и мастатства. Спочатку экспозиция працует у звычайным светловым режиме, потом ультрафиолетовым, где працуют светлоотбивальные фарбы, и завершая эффект полная темра, где прочинаются фарбы, які назапашивают светло. Экспозиционная простора поделена на некольки часток. Живопись, графика, арт-объекты, казочный покой для детей, где они могут малевать светлом, и зона для релаксу. Мы называем даже это, что эта выставка отчасти портал в параллельный мир, потому что игра света и воображения здесь очень невероятная. Мы захотели это выставить в Минске. Также очень было интересно, что в первую очередь это витебский, то есть белорусский дизайнер и художник. Это действительно сказка, потому что ты изначально эти краски не видишь. Ты не видишь вот эти сказочные элементы, потому что над этими работами и мы трудились, и некоторые работы мы делали. И нам очень важно, чтобы каждый человек ощутил это. И, как мы заметили по реакции людей, это очень нравится, и люди не ожидают от этого, когда включается резко свет. И они просто в восторге начинают резко фотографировать, что-то делать. Происходит движение. Чому минавита трынадцатый цуд свету? Гэта личба особистая для аутара, темболь, что идея проекта народилась у кватеры под номером 13. Лариса Гулякевич, Денис Соколовский, Агентство Телёновин.